Легендарный The International приближается! В стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами вновь Каспер, с вами вновь Starluder TV И мы начинаем смотреть вместе с God Hunt'em игру очередную квалификации на The International Вот так вот Да, все, пошли у нас пикабаны Execration против MVP Phoenix Давайте посмотрим быстренько турнирную таблицу, которая обновилась уже после матча предыдущего Что-то у нас Orange MVP, Mistras, ну вот Минецкий, да, как мы и говорили, все RRQ уже 3-3, чуть-чуть они догнали Минецкий Каса по-прежнему очень сильно отстает First Departure тоже, но и Execration, и Zephyr, ребята, которые имеют пока только по одной победе Для MVP это очень важная игра Это попытка обосноваться в четверке лидеров и отдавать ее никак нельзя Да, но сейчас у Orange MVP, Mist и Минецкий очень важные матчи наступают вот с этой игры и до конца квалификации Потому что сейчас они все дышат там друг другу в затылок А конкретный матч, например, против не самой сильной команды Execration, он... Его нельзя отдавать, потому что это просто халявные 3 очка противнику Верно? Куда с тобой спорить, Роман? Задрот Кто бы говорил там? Я там Давай, давай, хилочка, хилочка Паладин, давай Золотой паладин Блин, я, кстати, пока всех золотых уделывал Они, видимо, слишком недооценивают противника Куда там до тебя? Ну, естественно Меня там со своими... со своими-то 100 победами Что-то ты задротил в Христалон миллион, наверное, уже побед? У меня на арене побед больше, чем в Ранкиде На арене 8, в Ранкиде 2 Так, ладно В плане пиков банов, что у нас примечательно? У нас примечательны сразу два факта Первый, это то, что, наконец, появился инвокер Вместо него в бане оказалась квапа Вот так вот И второй примечательный факт, это то, что в пике Твин Хэт Драгон На ферст пик от команды MVP Феникс Слушай, Дарксир уже в бане, да Потому что очень часто используют MVP вот эту связку с Джакиром и Дарксиром То есть тяжко под Испытом Да, но мы еще видели подобные вещи под Элдер Титанов с Нага Сиренами То есть это была ультра комбо-вомба Но надеяться на вот это ультра комбо-вомба полностью не слишком нужно Потому что вредно это Если вдруг что-то пойдет не так, потом драться нечем Часто что-то идет не так Да, особенно если вы Где-то Дарксиры выцепили или еще что-то Особенно если вы плохо играете, то такое бывает очень часто Нет, даже дело не в том, что вы плохо играете Если противник хорошо все делает, то провернуть комбинацию чрезвычайно сложно В основном суперкомбинушки по пятерым проходят вследствие ошибки соперника А не гениальной игры Где-то подставились, где-то загуляли немного Да, 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 просто там слишком сильно куча собрались во время убийства какого-то персонажа Вытанковал, в нужное время прыгнула Энигма Байдемон стянула пятерых Дарксир, они вместе с Дизраптором всех убили И потом тыкают пальцем в команду Хе, я стянул пятерых, мы убили вдвоем всех А что сделали вы? А не все равно, что у нас уже двух линий не было Но я-то сделал это Давайте без этих придирочек, пожалуйста Каких-то двух сторон всего лишь не было Напридумывали Слушай, сильные саппорты есть Нужен кто-то в мид против инвокера Ну, в мид против инвокера пока вариантов триллион Потому что забанили темпларку и квапу только Кроме этих персонажей еще присутствует огромная куча других персов Да, может Шторм Спирит появиться, может появиться Пак, в принципе Под рут Что, дрим? Ой, он сверху, это заре Окей Сент Кинг Вот Сент Кинг Это хороший вариант Вопрос, как его реализуют Я Буду болеть за оффлеймера и экзекрэйшн отдельно У вас с ним отдельная история, да? Предыдущая игра его впечатлила, скажем так Хочу в этой игре за ним понаблюдать Очень Прям вот очень? Очень У него будет особое внимание, я даже сказал Ну, сейчас посмотрим, кто все-таки у них будет в оффлейне Нет, мы знаем кто, но на ком будет играть у нас в оффлейне этот товарищ Так Опа Ну и четвертый пик для MVP Phoenix Тренд, Нейчерс Профит, Джакира Вроде бы и пушить ведь ребята могут неплохо У Джакирка ведь пассивочка качественная А, пассивочка качественная Здесь еще сейчас если появится какой-то герой, допустим, в мид Типа Банши Типа Банши? А появляется Варлок Родовую полость мою трогай Появляется Варлок Нифига не хуже на самом деле С големчиком Но тут все выстраивается в очень мощный тимфайт Тренд, Варлок, Джакира Нейчерс Профит Нет, даже если не тимфайт, то сильный пуш как минимум То есть они могут и не драться С големами пушить Да Пошел под вышку сразу голема За вышку голема там герои И сразу в плане бегут, но голем бьет Ну посмотрим, посмотрим Нет, на самом деле тимфайт очень мощный уже у MVP Феникс Причем попадать этими героями Особенно Варлоком Не такая уж и сложная задача Когда ты нажимаешь на ульту У тебя вдруг синий весь экран Тренд протектор тоже недалеко ушел Нажал нечаянно руль Где-то на другом конце карты связала пацана Ну, как сказать Тут, я думаю, многие не согласятся Многие те Тренды, да Я понял, что это за тренды Не согласятся Да ты посмотри, не за рутова Всего-то два локтя по карте до него А он ушел Крыса Чертяга Да, ну и четвертый пик теперь для экзекрейшн Дазл сэндкинг есть, инвокер есть, ну что, оффлейн, скорее всего, сейчас какой-то будет Оффлейнов сейчас просто вагон, бери кого хочешь Клок Ну, понимаешь, клок, когда там настолько мощные рейнджевые герои и мощный прокаст, вообще не вариант, мне кажется Вот просто не варик Клока, отстань Он должен хукшотом инициировать, что ты пристал? Ну вот он синициирует и умрет за полторы секунды Ну и что? Он же синициировал Да, его задача синициировать, а ты начинаешь грязь лить Пуджа надо брать, я знаю Ну хорошо Берем пуджа Нам достанется пудж? Пудж? Я думаю, не будет пуджа Это же пудж Как бы тебе не хотелось Пудж, но это тинкер Блин, тинкер в мид Это против варлока или... Ну да, он против варлока Хотя Что хотя? Здесь варлок может быть в роли мейнкерри Через рефрешер и прочую гадость с аганимом В смысле, ты думаешь... Не, ну он в мид вообще отправится, варлок Может быть Не портите мой настрой Ты как в этом, в пятом элементе, да, вот этот егер? Корбан, детка! Лилу Даллас, мультипас Мультипас Блин, классный фильм Пятый элемент, сколько его не смотришь Реально, я не знаю, что-что, а пятый элемент можно смотреть просто бесконечно Ирония судьбы или с легким паром из той же серии, только американская Каждый год можно смотреть, да Вот из этого же разряда мне почему-то мультик Геркулес диснеевский, не знаю Я его тоже смотрел уже триллион раз и постоянно смотришь, он не надоедает Ты трезвым пробовал? Я вообще всегда в трезвом смотрю, ты что? Специально не пью перед просмотром, чтобы не портить впечатление Единственное, что я смотрю трезвым, это... Да, это Геркулес Ну и что, последние пики Буквально 10 секунд остается MVP Феник, чтобы забрать Шторм Спирит И Варлок будет стоять в трипле Ну кто его знает, может быть это будет Шторм Спирит в трипле Да, тут пока непонятно, либо Варлок, либо Шторм постоят в миде Но это не суть Важно, мне больше интересно, что сейчас доберут экзекрейшн И чем они будут отбиваться от вот такой действительно неплохой агрессии И мощного, достаточного Е-прокаста Ну-ка, 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 посмотрим Ну, единственный бонус команды экзекрейшн в том, что все герои MVP Феникс не такие уж и толстые И при удачном врыве Сан Кинга с подхилом Дазлой и каким-нибудь Ауди с пылами инвокера Все может печально закончиться А еще и Тимберсоу Да, очень неплохой демедж дилер оффлейновый И посмотрим, к чему приведет этот самый Тимберсоу Ну, мы допомним Фуриона А, это же тип Сейчас не краешь Пацаны, вышки не пилятся, что за фигня Ну и что, главное, чтобы даггер купил Ну нет, кстати, вот тут даггер ты как раз Ну, самое оно, конечно же Ты не говоришь, что это плохо Ну, после той реализации даггера я бы Не стал возлагать огромные надежды, чересчур большие, скажем так Ну ладно Давай Я смотрю, он возлагаешь надежды на мапков в какой-то MMORPG Нет, что ты гонишь Хорошо, я могу вас смотреть, как они садятся на... О, все, поздравляю Не, ну да, это будет Керри Варлок Марч играет на Варлоке Так что это будет именно он И давайте посмотрим, кто у нас там дальше на ком Ryzen играет на Джакира Hintrend Protector Kuo на Шторм Спирите И 4F на Нейчерс Профити Это была команда MVP Phoenix Из Кореи, вроде, насколько я помню Должен Так, и Execration Ninja Boogie Tinker Abeng на Инвокере BG01 играет на Дазли Дальше у нас Ив на Фурионе Должен, по идее, играть на Тимбери А Тимбери, да, с Дайгером и Некрами Так, и у нас там еще Какой же у нас там второй еще саппорт был Помнишь, помнишь, помнишь Нет А что ты вообще помнишь? Подожди Tinker, Dazzle Я помню, что у одних был Джакира с кем-то Джакира это MVP, ну и ладно Короче, да, там компьютер что-то поломался Write on 5 минут и у вас есть еще Эти судьи Да, да, то есть, понимаете Что вы понимали, друзья? Когда они на 20 минут опаздывают Они просто Sorry, guys, ну 20 минут Еще с куста Вот именно А тут типа 5 минут и все На самом деле, действительно Достаточно глупая ситуация Когда все игроки сидят Ждут 20 минут появления судейского коллектива И в результате все матчи из-за этого там съезжают На некоторое количество времени Это действительно немного глуповато Как по мне Зато, когда судьи начинают предъявлять претензии к игрокам То, видите ли, это как учитель, да Учитель не опаздывает, он задерживается Да пошел ты нафиг, Крисюк Ты так же опаздываешь, как и мы Проспал, да? Да, да, да Ты же забухал вчера? Да Не, ну в институте с этим еще проблемы решаются нормально Типа 15 минут нет препода Все сваливают И ничего предъявить нельзя А вот в школе Знаешь, ну я в школе такие правила? Мне бы там вообще Наги меня не было Я бы там не появлялся Да, да, да Я думаю, если бы я так работал в школе Пара каких-то идиотов отвлекала В обвоне препода Постоянно Там, а можно вам там сумку донести Дай убегать быстро с ней Нет, это чревато О, у нас тут и естественно готовится к старшему Очень страшно Ладно, но все равно у нас пока пауза стоит Пойду почитаю, что там у нас в соцсетях И в чатиках пишут интересного Твиттеро, твиттерочек Вот мне нравится, например, новость В центре Ростова столб воды высотой с пятиэтажный дом Разбил балкон и внедорожник Угадай страну, да Можно даже не говорить Ростов Просто В центре города Столб воды высотой с пятиэтажный дом И фотка этого столба Я бы удивился, если бы он наоборот В центре Ростова внедорожник разбил столб из воды Который долбил с балкона пятиэтажного дома Да, так MVP Что-то прорвало, интересно Пяти... Это 25 метров? Надеюсь, не канализацию Стоишь, ты куришь с утра на балконе Слышно Бедро какашек просто И ты такой Курение Берешься пятиэтажный дом В принципе, бедром там не обделаться Хотел сказать, не обделаться Так бы и было Слушай, и тут ты понимаешь, что курение реально вредит тебе Очень сильно Я после этого на балкон выходил И что-то с предварительным взглядом Выниз, мол, а как там дела обстоят И ты заходишь домой, а тебе Дорогой, где ты был? Бегал Плавал Так, что там у нас? Эти полтора квадратных метра, которые нужно просто вытрылить Я не знаю Я сейчас сижу просто, читаю новости Там в России, походу, вообще народ начинает с ума сходить Твиттер запрещают Да, это я слышал Да Это заговор ЦРУ, я все знаю Интернет тоже заговор ЦРУ Ты знаешь, гадские люди гадости в Твиттере пишут Да ладно Царь против Как надо? Ща, 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 ща Где-то была очень четкая фраза Ща, ща, ща А, да Запрет Твиттер и Фейсбук Логичная для России идея Россия не должен видеть внешний мир или по НТВ, или в прицел Не, не, не НТВ это ладно Типа, есть у РТ и РТР НТВ там только ходуники происшествий Россия 1 Ну, типа, кого уже убили А по другим каналам кого надо убить? Чувак, у меня был стрим И когда Дуров запостил новость о том, что его лишили в принципе Поста Гендира? Да Я прочитал этот пост три раза под музыку разных телеканалов Новостных порталов, типа, и в принципе, как они бы эту новость преподнесли? Ну, на НТВ я добавлял, конечно, типа, помимо этого Павел Дуров обнаружил мертвую бабушку, там, я не знаю, в кузове своего кабриолета Откуда она взялась, непонятно ТНТ проведет расследование Если бы это было РНТВ, там бы еще сказал, что подкинули пришельца, наверное Да, пришельца обязательно У бабушки было четыре глаза при этом Ну, типа того Так, ну смотри, у нас тут первый контакт Ив уже получает от Нейчурс Профита по лицу Кстати, мувспит у него небольшой Вот ТХД, давай, айспас и заливайте Нет, нет, разворот Не, на самом деле, просто больше цеплять нечем Вот в чем проблема основная Не, ну, если бы успело подойти дерево и посадить сид, шансы бы были Тут дерево там в такой гонолуле бежало просто Шторм в спирит мог прокачать немного другой спелл И действительно были бы шансы некоторые Я уже жду пять минут, когда появятся защитники телевидения Причем, ну, у нас там тоже такой же бред, не волнуйтесь Да, не, ну, типа, это телевидение Это по-любому, ты понимаешь, государственные каналы Это забить, это просто грязь, да, то есть Тут все понятно Именно российское телевидение В Америке до сих пор показывают, что они войну выиграли и ничего Причем все, сами, без участия остальных стран А что, разве не так было? Подавили восстание остальной планеты Да Методом одного Джеки Чана Не, ну смотри, все, начинается у нас игра Поехали у нас крипочки Марч стоит пока у нас на топе на Варлюше вместе с ним Тренд и Джекира Вот такая у нас трипла образовалась И у команды Экзекрэйшн Там стоит Тинкер с Даззлом Мне кажется, что им мало тут Светит что? На самом деле тут сейчас Если через банды будет Варлок качаться То шансов очень мало у Тинкера Будет много дэмэджа получать Сейчас, как по мне, так он Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ну, очень опасно Там Сид, Тренд Протектор Есть бы и прокачал, все равно не успел бы поесть Опять слишком далеко Но мне кажется, Хину стоит чуть поплотнее держаться Потому что уже второй раз он опаздывает Возможно, он не хочет вообще воровать Экспу у Варлока Ну, тут хватает, наверное, Джекира Чтобы особо ребята не борзели Хотя борзеют Морозит, пацану Покадай Да, ну норм, норм Там в миде в это время старает Старает Страдает у нас Кво От Инвокера Инвокер неплохо тут с ним общается Скажем так Ну и Ботл к нему уже приезжает Я имею в виду К Шторму У Инвокера, естественно, Ботла нету и не будет Нафиг не нужен Так Ну и 2-1-2 просто Расстановка линии у Экзекрейшн И стандартный один оффлейнер у команды МВП Естественно, два суппорта на линии сильнее, чем один суппорт Поэтому Даззл с Тинкером намного слабее сейчас выглядят Вот если сейчас ТХД воткнет куда-то сюда Сентрик Это просто будет и Изи Вин Вообще для всей этой стороны Блин, дерево тут, конечно, постоянно где-то непонятно где Я не знаю, ему надо вкачать, что ли, инвиз на первом уровне и рядом стоять Ну, правда, тогда у него спыла не будет Ну, ему второй левел, да, действительно, вот так вот Вкачать инвиз, подойти и там с какой-то семечкой дожидаться противника Скрытный убийца Руна у нас на топе Повторю, Шторма, проблемы в медле Квощер за эту руну чуть не погиб И пришлось прокачать ливинг армор Прям вынудили Ну, а на самом деле это так? Так, у нас там, как себя чувствует? Тимбер Тимбера вообще, кстати, все просто прелестно Просто прелестно Так и есть Говорит, вернулся топ фура Это другой фурион Да, давайте на этого еще не грешить Тот, кто играл на фурионе, играет сейчас на тимбере, если не ошибаюсь Да вроде это он и есть, да Блин, ну вообще таких ребят надо знать в лицо Ек Тут у нас что? Инвокер Класс Вексовский, кстати, инвокер А это мудновато стало в последнее время Это мудновато выглядит, понимаешь? Потому что... Не, на самом деле творят жесткие вещи иногда Если типы там прошаренные, то они колупают нормально Там просто прикол в том, что команде ты, по сути, толком помочь не можешь У нас тут атака очередная на кво, сэндкин Ну вот сейчас его будут, скорее всего, копать А ливинг армор будет? Есть ливинг армор, но, мне кажется, слишком поздно Да, яд посадили, ливинг армор очень быстро слетает Это ферст блат, достается он дазлю Дазль И дазль покупает курьера Такой, нет, это не тот курьер, надо другого курьера Блин, ну какого фига, карияки мои, соберитесь ФБ отдали Давай ты будешь топить за... аутсайдеров, а я за горе Если честно, вам... У нас там пылесос 3-й сокастер был 3-й сокастер, самый модный инфы дает просто Смотри, 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 Джак Кирко А что он делает? Он, типа, воюет, воюет Сейчас, сейчас, сейчас Не, ну нормально, кстати, он там развалил тогда опс Теперь его никто не видит И поэтому он в относительно безопасности находится Ну, у Тимбера уже хватает нарканы Почему-то, правда, не приобретает их Может, нет, все-таки покупает Я думаю, может, он сразу point booster решил себе вторить Так, у нас тут кво С ботлем воюет за рунку, но рунка достается инвокеру И это double damage А вот сейчас, кстати, лучше лишний раз не подходить Потому что торнадо под копу, шторма нет, что в уровне Эскейпа никого не имеется, его опять поработят Так, 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 смотри, тут На, получай Получай, окаянный Ну, к тингеру сложно, конечно, подойти сейчас Хотя марч, посмотри, заходит в наглую Хилочку на себя кинул Кстати, видел, через что качается марч? Плюсы Да Нормальная раскачка для корей, я тебе так скажу Да, для... Я реально немного не понимаю, зачем это делается Вот, просто не понимаю Ну, хп, выживаемость и... Так, давай без моих вот этих ответов капитанских Зачем, если у тебя могут быть бонцы, которые убивают всю команду противника Просто Вообще И вот сейчас он подходит со своим хилом и статами и такой Аааа Надо замедление Замедление надо Нет, бонцы там, конечно, тоже толком не помогли, но все же, бонцы помогают на линии стоять неплохо Кинул на героя, тем более, что им поменяли механику немного Давненько уже достаточно Теперь у них приоритет по героям, насколько я помню, у этих бонцов Бля, я не знаю, но может на лайне удобно стоять, прикинь сколько подхила Смотри, 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 шторм Залетает Прям вот Квоур решил Вот, вот, чтобы вы понимали Если ты пропустил Шторм Инвокер Тью И ручкой ему еще помахал И факи потыкал из этого Из зорба своего Я думал его, наверное, да еще? А у него тут реген, он решил вот так вот А, это он, типа, мансил Разводил Разводил Хотя реген появился три секунды назад, но он знал И он его чуть не потерялся Вот на топе у нас, кажется, начнется сейчас драка Прилетел туда Тимбер Ааа, ну вот Марч под Ливен Армором Под хилочкой третий Неплохо себя чувствует Правда плохо себя чувствует Райзен И Райзен погибает Здесь и Марч погибнет У Марча Да, скорее всего он должен здесь умирать Хотя, посмотри, Тинкера Тинкера, может быть, и заберут Прилетает сюда Шторм Спирит Но вот Шторм очень вовремя появился И в связи с этим Размен будет в ходе команды Шторм Монсет Есть Слоу Минус И сейчас можно остаться и попробовать забрать Вышечку там чего-нибудь, я не знаю, ну Чё дадут Правильно написали Непонятные вещи происходят Какие-то такие недостычки Варлюша у нас уже с големами С големом пока что одним Кирилл Кирилл МВП Варл Вопрос у нас в чате Я не оговорился Чё, будет големчик на кого-нибудь тазло по голове Он третьего уровня Его там просто Вот так может Поджигает, поджигает там Джакира сейчас людей В действительности это было бы очень качественно Если бы сейчас зашли под вышечку Именно натиснули Что арм врывается на инвокера в медле Подтягивает Есть дэмэдж Очень неплохо залетает И должен, в принципе, забирать А тут Фуриона Да Ну и Фурион прилетает Вот это нормальный Фурион прилетел Нормально подстилил И что Если отправиться ещё сейчас вышку пушить Будет просто незаменимый Нет, он направляется в лес доформить на Мидас Но можно было Голем, айспэт И посмотри будет ли Сид Ну как-то вот не очень это всё получилось И... В неправильной последовательности что ли Или скорее даже на неправильного героя Потому что тимбера цеплять это проблематично Подкоп неплохой там есть Подхил если что Но не ужнимайте Очень чётко срезали Марча Пытается Джакира сейчас отрезать Ива И БГ-01 от Товарища Фокса Фокс тоже классно копает Ливен Армор висит Но не слишком долго ему висеть там осталось Ив попадает И срежет ли он Трента Срежет Срежет или не срежет Там големчик Нормально демиджа Ой-ой-ой Почти СК убил действительно Фурион может прилететь Через 2 секунды Сможет Но что сделает здесь Не, не полетит Не полетит Фурион Да, Фурион просто стоит здесь Крепочков добивает Хоть бы Мидас уже себе купил действительно Угу Ну и что, будут сносить наверное этого ролика по мину? Не, ну можно попробовать на самом деле Эпифайр есть? Есть 2 уровня Погнали Щемим 1400 у Варлока Вот появится ли Обливиум Став? Либо он пойдет в вагонин сразу Или хорошо? Замер здесь Тимбер Вышечку забирают И Кво желательно отсюда тоже уходить Несмотря на то, что он с дабл дэмэджем Ему могут неплохо навалять Смотри, он остается Даззл отцепляет Должен быть айспэд Хоть что-нибудь Даззл успевает повесить на себя грейд Это последнее, что он успевает сделать Как по мне Хорошая заморозочка от Джокиру И это минус Даззл Маны, маны не хватает Сейчас бы еще цепану Ой, шторм Ты посмотри, влетает Еще и минус Тимбер Это уже минус 2 И... А куда ты здесь с подводной лодки денешься, братюня? Да, тычка залетает по товарищу Санкингу Он раструсить пытался И он раструсил Он раструсил Ну вот он марч, у которого как раз действительно очень много статов По итогу Там еще и сид висел на Санкинге И все, кто находились в радиусе эпицентра Еще и подкиривались Поэтому Все, в принципе, неплохо Да, ну и дальше-то Дальше у нас что? Дальше у нас 4.8 Начинает лидировать MVP по фрагам, по деньгам Они также очень резко вырываются вперед По опыту тоже Вышку одну они уже успели забрать Сами еще вышку не потеряли Ну и надо, наверное, продолжать давить эти самые товара Пользуясь наличием ТХД уже с третьей пассивкой Да, фуриончик спокойно фармит леса У него уже 1200 на руках Мидас, как ты говоришь, появился Уже обузит его во всю Возможно, какие-то некра появятся Блин, ну это вот совсем другой фурион Абсолютно другой фурион Вот Как вот там фурион курильщиков Фурион нормальный Вот это нормальный фурион Каждый файт он присутствует В мид Прилетел Успеет отсюда уйти Ну а этот товарищ успевает отсюда улететь, кажется Да? Ну, Ливингармор есть Ботлом отпился Кстати, Кварцтов появляется у Штормспирита Значит, это будет у Орчет В принципе, против инвокера и тимбера идеальный айтем Ну, против всех это идеальный Ну, против всех это идеальный Даззла, тимбера, тинкера, Сэнд Кинга Орхет тут просто действительно, как ты сказал, идеален Любого героя законтрить не помешало бы Ну и смотри, у нас внизу убивают тинкера Варлоку достается фраг Прилетает Фокс Ну, сейчас еще и Голем А, Голем уже Против Голема особо не повоюешь Ну, на месте Варлока Да, вот так вот Голем разворачиваешься Начинаешь уничтожать крипов И просто сносишь вышку Не обращаешь внимания на Сэнд Кинга И... Дальше Сэнд Кинг классно все делает Он просто кайтит Заставляя тратить время Он откайтил свое, ты понимаешь Его сейчас просто снесут Голем может стоять просто рядом Голем должен бить крипов И пассивочкой уничтожать Сэнд Кинга Как он и делает Вот в чем прикол Ливен Армор Марч Хилочку на себя закинул Ну и Фокс встреет Пытается выкопаться Но его, наверное, найду Да, есть подсветка И это минус Доминейтинг уже у Марча Ну... И это очередная минус вышка От того, что он помансил Вышка все равно упала На топе тем временем Еще и щемят Тимбера Причем щемит его дерево Рут Ну вот сейчас, наверное Диск мимо Дерево отсюда не уходит Да, зажался сам в углу Инвиза у него нет Стик нет Как-то мульта Фуриона залетел Хорошо Тимберлоу хп У Варлока Аганим Появляется уже Ты посмотри Там сейчас будет Два голема будет залетать У них Да, смотрите В чем суть двух големов То, что у них в два раза меньше хп В два раза меньше там Дэмэджа и всего остального У них там статы тупо распополамлены Но Пассивка у них одинаковая Она не слабее в два раза А как раз пассивка у големов Она просто бешеная То есть сейчас нечем убивать големов у ребят из экзекрэйшна Ну, банально нечем Единственный, кто может нанести им нормальный дэмэдж Это инвокер Тинкер погибает Ну, там полное доминирование уже идет Да, этот шторм спирит Он без орхида шороху наводит А с орхидом там будет полное аннигилирование Еще появляется некрономикон первый у Форева И до второго там тоже недалеко осталось терпеть Ну, все, сейчас начнется прессинг по всем фронтам Видят Сент Кинга фармящего здесь Да, 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 да Вот этот самый Сент Кинг Подходит сюда Варлок Подходит Джакира Джакира сейчас просто за дуэт Шторма, правда, рядышком нету Шторм, я думаю, с радостью бы поучаствовал в этом убийстве Сент Кинга А, он подходит, он подходит Да, 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 да Сейчас будет айспэт Подходит, айспэт Действительно, заморозочка И Затыкали, ребята, что есть еще Фейд тайм Цель цепляет, тимбера Грызается Не хватит, не хватит урона, никак тут не хватает дамаги Продолжает собирать себе орхид шторм спирит Докупает потихоньку Артефакты Да, очень трудно кого-либо убить под Ливинг Армором и Шадоу Уорд Ты посмотри, как регенец Тут тьма, просто хп Вот только сейчас еле живой ТХД был Сейчас он уже фуловый Инвокер Инвокер Сейчас могут цепануть Инвокер приплывет сейчас, да Вот пошли сразу два голема Да, два голема Вижн Нужен Вижн Хоть какой-нибудь Ну, собственно, вот пассивка, про которую я говорил Забирает там еще Кинкера 100 урона Шанс нанести 60% шанс нанести 100 урона вокруг себя во время удара И горелочка 30 дамаги в секунду Вот видите, что происходит с Сент Кингом Ее тут просто изничтожают Инвокер там тоже рядышком пробегал Ну, надо крипов сейчас просто пилить големами Для того, чтобы пассивочки все эти работали За них дают всего 50 золота Это не такой уж прям просто Это обычный крип, грубо говоря Да, да, да Еще и за динайл только что Шторм просто жесткий Тем временем на топе Дерево просто пушит Да Пушит потихонечку Толкает эту вышку Ливенг Армором Свои вышки он не отдаст Они практически все фуловые По крайней мере В медле сейчас регенится Она у нее седьмой уровень Соответственно и вышка регенится быстро У МВП Феникс сейчас все великолепно просто Да, по деньгам Варлок в одиннадцатый уровень нужен Все Посмотри, по деньгам они уже на 8 тысяч целых впереди На 5 тысяч по опыту И третий некрономикон И не за горами уже у Нейчерс Профита Так что вот этой вышке жить осталось совсем недолго Да Я думаю, как только появится одиннадцатый уровень варлока Начнется вообще полная вида Но сейчас он должен начинать собирать рефрешеры Я так думаю Вариантов особо немного Подкоп, дерево цепляют Вот здесь отсюда может не уйти Тем более на нее еще и эффицентр потратили Но Есть размет Дерево на Айспэдом сбивает Учил инвокера Проблема будет Пошел шадоу ворд Естественно нету вижена Ну Зачем он против инвокера Действительно Шторм Шторм Нет Ну тут мы переборщили на самом деле И вот они Третьи некрачи пошли Я думаю, сейчас мы должны видеть Фреона на нижней линии Еще у нее там с телепортом 15 секунд ДТП Ну вот теперь у инвокера так не получится уходить На самом деле МВП вот с этими просветками Сейчас бы инвокера могли загнобить в такую хламину У него уже могло быть там 3 или 4 даже смерти А в результате он продолжает там нансить Неужели забрать Рошана Ну под трендами Это возможно Тяжеловато конечно мага наваливать Хотя У варлыка 100 с лишним атаки Нормально пинает Торнадо Спалили Ставится Сентри Наконец-то Бать этого не может Сентрики Что за дисбаланс то Ну вот ЕМП В никуда Абсолютно в никуда Причем ЕМП это там замакшенное 400 маны выпиливает Ну видимо инвокер это не останавливает Не захотел он подходить дальше Потому что там шторм скорее всего его просто выцепит А и минус Рошан Айгис достается шторму У шторма уже готов второй обливион став То есть осталось немного подфармить на рецепт И это будет орхид там до 20 минуты Который в принципе тайминговый Достаточно неплохой Да при учете того что у нее есть уже и ПТ и боттл И стики грейжены Это очень даже неплохо Ну и идут по боттаму Третья некра Есть ликвид фаер Причем четвертого уровня Вышка сейчас будет просто Ну видишь нет Пятнадцать 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 Фортификейшн А че толку? Кто будет дефать? Да пошло торнадо ЕМП Шторм залетает Цепляет инвокера Если кто помочь Хотя бы големчиков уронить Ну сейчас инвокер опять у нас убегает Пошел айспас Для того чтобы не дать ему Забежать на базу И приходится инвокеру Оббегать всю эту движуху Вышку здесь забирают Но надо отойти Порегениться И идти по миду Забирать Т2 Или же по топу забирать Т2 Да потому что на хайграун Сейчас тяжело зайти С тинкером Тинкера будет Постоянно по кусак запускать И... Ну сейчас уж торма появится орхид И с этим орхидом поймать Какого нибудь тинкера на линии И... Можно уже спокойно заходить Либо развести его на байбэк А потом еще раз поймать Да появится орхид Инвокер уже не сможет так уходить Если его подцепят То ему у Габелла Поэтому... Шторму сейчас просто отрегениться Вот руминвиза еще Сейчас может кого-то и подкараулить Ну и варлок Ждет одиннадцатого уровня Тысяча восемьсот уже есть на руках Может сейчас увидим Даже рецепт на элитрожар ЕМП Торнадо У нас там я смотрю В чатике идет бурное обсуждение Типа до големы До диффуза До БКБ И так далее Да вы посмотрите на время Девятнадцатая минута идет У варлока уже аганим Там не за горами рефрешер Окей Надо БКБ кроме инвокера Или диффуза То есть... Или диффуза Да давайте Может быть имберу собрать диффуза Я думаю тинкеру Или диффуза Реарм диффуза Реарм диффуза Реарм диффуза Все идеально Так ты смотри У нас тут раз Прыжок первый И моментальная реализация орхида Это тоже самое про орчит можно сказать Типа Да какого фига его собирать БКБ собери и все Проблема в том что орчит на двадцатой минуте Очень трудно контриться Да ты просто не успеваешь ничего сделать Тут инвокера у нас просветили Все таки да зацепили товарища Абенга И он отправляется в таверну К другу своему дазлу Ну и продолжается у нас пуш Поймали тинкера Вот что самое главное Поймали тинкера Еще не будет его целых сорок секунд Вышку заберут вообще значит без проблем И это значит что остается только одна очевидная скажем цель Это т2 на топе Если конечно не получится сейчас еще кого-то на халяву забрать Да не стоит забывать о том что варлок голем вообще в этих файтах не кидал У него уже одиннадцатый уровень а не второго уровня И он может их реально Пух Да в том то и дело что Пух Ну там реально пух Ну и смещаются на топ Правильно делают фуриона Фуриона тоже есть уже орсит Понимаешь? А ты посмотри блин я завтыкал там не распополамленные Там расчетвертюмленные големы Вот 25% всего понижения статов Там награда делится напополам То есть два голема стоят как один Но статов у них как у полтора голема Неплохо Да нормально нормально Ты понимаешь что еще один орсит появляется У фуриона Он уже есть вот грубо говоря ему остается Одну пачку крипов убить Или вот сейчас ультимейт удачный запустить и будет еще один орсит Ну а тут персиверанс и полторы тысячи на руках Я думаю следующий файт закончится просто Татьяна, Татьяна я вас начинаю плохо слышать Роман Роман Я в подполье У нас неважно Нам сверлят стену По-моему они прорываются Роман Они это кто? Я не знаю я же за стеной Что за вопросы Роман Ну ладно ладно Вот тут продолжает Вот реально я тебе отвечаю В 8 утра Когда ни одного человека варенья нет В офисе Вот этот пол он пачкается просто в мясо Вот мы в своих говнодавах пришли И запачкали весь пол И запачкали весь пол Просто весь пол запачкали Так у нас там шторм делает очередной минус Вот тут оуныч нам Лина Говорит и это действительно оуныч Посмотри фурион встал Два типа от него убегает Он одного помесил Второй его начал дамажить Он говорит Что-то ты братья у меня слишком наглый Давай я еще и тебя убью Да Зов под своим ультимейтом был Да Как-то не заехал по-моему Слушай 18-6 21 минута Преимущество по золоту Уже более 15 тысяч Это корея братка Ну действительно это корея Так в принципе у них обычно и бывает Ну смотри заход у нас уже по миду идет Фурион со своими некропокемонами Кво просто разводит сейчас на свой аегис людей Для того чтобы ему его сбили в конце концов И он появился фуловый на базе противника Не получается пока развести на аегис Ну гг Просто гг Там уже тем временем топ почти снесся Варвык уронил големов И привет тавар 22 минуты Мои корейские друзья Вот вам и корейцы действительно Ну что ж Очень неплохо Роман Они уже очень близко Да-да Татьяна Игра у нас подходит к концу Так что мы сейчас Будем уходить на небольшую рекламно-музыкальную паузу После которой С вами увидимся на еще одном матче Команды Сейчас вам скажу У нас просто помню Подряд там несколько Коллективов А нет у нас Экзекрэйшн Два матча подряд уже было Сейчас у нас два матча С участием команды РРКЮ Это против Минески И против Мистраст Причем и Минески И Мистраст Находятся вот в этой вот зоне Минески очень сильные сейчас Я думаю что это опять будет Изикатка Но посмотрим На самом деле они очень-очень сильны Все друзья Небольшая рекламочка Увидимся с вами Уже через Надеюсь Несколько Ну не через несколько минут Минут пять десять пятнадцать Будет на стримчанском короче Заставочка Заставочка Да с таймером Все давайте Легендарный The International Приближается Одиннадцать лучших команд планеты В дисциплине Dota 2 Уже получили приглашение на турнир Судьбу последних пяти путевок Определит онлайн отборочный этап С участием сорока сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии Официальные стрим-трансляции Отборочного этапа TI4 В регионе СНГ От студии Starluder И компании Стартует уже Двенадцатого мая Только Dota На четырех стримах Одновременно С лучшей командой Комментаторов И аналитиков Кто Уже этим летом Отправится в Сиэтл За миллионом долларов Ищи ответ На TI4 Starluder.tv Повторы всех игр Смотри на ютуб-канале Dota Смотри на ютуб-канале